Максим Варлашкин, молодой парламентарий, участник Всероссийской молодежной организации «Молодая гвардия», 33 года. На один день он станет слушателем детской полицейской академии. Это повод сравнить себя с участниками патриотических движений и ответить на вопрос, кто здесь патриот? То есть, ну, вот этот камуфляж мы же носим периодически. Я не знаю, и в школе мы ее носили, ну, только не прям такую камуфляжную, а более такую. Цвета хаки, наверное, у нас была форма, вот, и мы ее носили. Нет, все, ну, все довольно-таки знакомо, да нету дырочек больше. С ремнем история, но я немножко неправильно его начал одевать. Я же как гражданский по привычке, раз-раз. А там есть такая еще штучечка, нужно было... Ну, ремень у меня, у меня талия узкая, а ремень широкий. И там мне дырочек чуть-чуть не хватило, но ребят сказали, ты никому не говори, нормально, держится. Все хорошо, пусть висит. Академия Николаевича сравняет мир, сравнение нас с людьми. Товарищ полковник, слушатели детской полицейской академии в количестве 24 человек построены. Вице-сержант Тихонова. Здравствуйте, товарищи слушатели! Здравствуйте, товарищ полковник! Поздравляю вас с победой в библиотеке Тихонова! Ура! 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 Боя! Потом стрелая у вас сегодня. Первое, что было совершенно непривычно, мне показалось, что меня поставили как будто специально в отряд девчонок. Ну, не знаю, просто был прикол. Огляделся, смотрю, парня есть, ну, мало. Вот это я, ну, это сильно очень удивилось. Немножко это как бы так сбило. Вот, а потом, когда мы пошли, я вот на девчонках периодиориентировался, и видно было, наверное, да, что лжевал периодически. Но старался, честно, старался не лжевать, потому что чувствовала сразу, что команда, и как бы ребят подводить нельзя же, они не виноваты, что я такой. Ребята мне говорили, этой ногой, этой ногой. Руки, руки, руками не махай, руки прижми. Поддерживали, видите? Да? Не то, что бросили меня там, то, что... А, ну, ладно, без разницы, что он там будет делать. Подсказывали? Я пока еще за вас не приказновение, но надеду к нам вязь, вылети военный. Я жизнь защищать, выберу дорогу. Пусть пока еще я мал, подожду немного, и с рукой силы не жалей, учись гореть, ребят, и плавать. Позвать людей, и есть людей, учись ему, не буду плакать, и с рукой силы не жалей, учись гореть, ребят, и плавать. Позвать людей, и есть людей, учись ему, не буду плакать. Стой! Итак, напоминаем. Пети тут же у нас сейчас. Спалили. Спусали занятия. Когда песню попросили запеть, я слов не знаю, и вот тут действительно я спалюсь. А как оказалось, что не до конца, когда в кабинете мы сидели, со мной сидел парень, он мне спросил, слышишь, а кого, говорит, подослали-то к нам? Кто, говорит, шпион? Я такой, не знаю. Ну, я решил начать с легкого, это патрончики там разбивать, вот, а пистолет разбирать. Ладно, нас в школе учили с автоматом, но это всегда сложно, на самом деле, опыт нужен. Давай, хочешь, автомат? Давай, покажи. Что делать надо? Держал, держал, но не разбирал. Вот. И после школы держал, и копии там оружия держал, и настоящее оружие держал, но не разбирали никогда. Ну, да, типа, скажем... Держал, вставляю шумфу, делаю тебе. Я забыл про него. Оп, про него уже. Так, вот, нет, сверху, сверху. Вставляю шумфа. Ребята приучают к дисциплине, ну, то есть вот это вот все, да, форма, выкопировка там, да, то, что все должно быть, как они себя ведут. Вот, видишь, вот это же все отражается на характере, да, вот, а в дальнейшем, значит, на какой-то судьбе они, наоборот, в лучшую сторону. То есть они более ответственно ко всему относятся, более, как-то уже сейчас, уже в своем возрасте, уже более по-зроскому на какие-то вещи смотрят. Вот. Это уже каждый индивидуально, нужно смотреть, кто с ними занимается. Здесь, видно, занимаются персоналы. И с огромным опытом, да, с багажем огромных знаний. Вот, и причем с душой они это делают, и там вот дают все свои знания этим ребятам. Резко, наверное. Плавно, плавно. Понял. Нормально для первого раза. Раз, два. Из трех выстрелов. А, ну, третий, наверное, когда-нибудь сюда пролетел. Я спросил, пока мы шли на занятия. Я говорю, вы здесь учитесь? Нет, мы после школы приходим. А здесь они, оказывается, целенаправленно сюда приходят. Я говорю, ну, вот у вас тут на первом этаже волонтерский центр. Может быть, вам волонтеры, может быть, ну, как бы там тоже не скучные. Сто процентов. Не-не-не, здесь, ну, здесь классно. Здесь, как бы, ну, мы все командуем. Вот мы приходим. Нам нравится форма. Причем с девочкой это я разговаривал, которая мне как раз подсказывала, когда я не правил, не с той ноги пошел, не так руку. Вот. Ну, нравится, увлекается. Говорит, ну, а какую дальше? Что ты дальше хочешь? Ну, не знаю, может быть, я пойду в МВД, может быть, МЧС. Вот. Ну, то есть уже такие планы. Товарищ младший лейтенант, второй курс детской полицейской академии, что есть у 21-го человека, без занятия прибыли. Командир младший лейтенант, Светлана Кудрофова. Весь, вольно садись. Вольно садись. Мы периодически ходим с молодогвардейцами в ОМВД, в город Чебоксара, да? Там ребятам показывают, как вот эта вот система безопасный город работает, и в том числе мы о криминалистике тоже разговариваем. Вот. И по большому счету нам знаком вот этот чемоданчик криминалиста. Ну, и понятно, самая это уже вкусная такая история, откатать мне пальчики. Это, ну, это стандартно. В данном случае вот мы видим... Какой круг? Валяй. Это безымянный пальцы. И в нашей, скажем так, на мониторе свечется личность, твоей личности. То есть фамилия, имущество, года рождения, за что был судим. Ну, ребятам, видно же, интересно. Вопросы задают. Они же реально педагога поставили в ступор. Ну, как, там, произошло убийство сосулькой в пустыне Сахара, и вот как найти преступника и труп? Вот, они же какие-то разгадки ищут. Они, что увлечены этим, пол этого класса, с тем мы сегодня были, они станут криминалистами как раз. Да, и будут разбирать вот эти вот загадки. У них уже за спиной какой есть опыт. То есть они сейчас набирают вот эту вот патриотизм. Потом, когда чуть постарше станут, они уже поймут, что патриотизм – это не только, и не столько, наверное, да, вот эта вот форма, вот эта вот правильно завязанная ремень, да, вот эта вот честь от этого. Это, наверное, столько, сколько что-то делаешь, делать с пониманием то, что ты делаешь не только конкретно для себя, вот, а для Родины, для близких своих, да, любовью какой-то, да, для тебя надо делать. Вот, вот это третий. Я вот считаю, что те ребята, с которыми мы работаем, ну, моя команда, они такие патриоты. Мы проводили мониторинг по наливайке, вот, чебок-зарке. Ну, ребята же осторожны, осторожны же, и бить вот на ливайку, и ее проверяют. Они, они же знают, с чего они это делают. Они не хотят, чтобы вот этих вот, этих отреждений стало меньше сложно, да. И идут, проверяют, они же на себя, они за это деньги не получают. Тебе можно сказать, даже благодарны за это не будущее. Ребята стояли с пикетами. Не требуют запретить смысл. Не знаю, что, они при себя стоят. Нет, они реально хотят, чтобы, по крайней мере, вот на территории, из культуры Чуваши, вот это и оправдывает. Это будет отреативно. Мне кажется, это отреативно. Именно так сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!